всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня в своем видео покажу такую небольшую перестановочку в одном моем месте где витражные окна просто приходится все время что-то менять но оно как бы смотрится совершенно по-другому и что-то идет в лучшую сторону и любая перестановка дает эффект новизны вот сейчас и покажу какая у меня новизна ну начнем люблю я кстати делать перестановки уже вроде кажется уже и нечего переставлять а все равно находятся новые идеи и я все переделываю и всегда получается в лучшую сторону ну здесь в этой стороне в этом углу так скажем у меня ничего не изменилось здесь у меня стоит большой фикус и цикос цикос видите подвязаны потому что если его распустить очень много занимает место поставила я его на столик повыше чтобы мне не мешал ходить но смотрится в принципе аккуратно здесь у меня дэши возле окна до вчера я всех 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 носила в душ устраивала им душ обмыло им листочки ну конечно такие большие как фикус цикос я в душ не носила так как они у меня находится в 50 литровом кашпо эти конечно я не носила цветочки здесь посмотрите драцена она прям выросла выросла очень хорошо красотка моя здесь кого ты я здесь у меня еще колладиума но колладиума смотрю уже листочки стали видите как подать уже готовятся видимо к спячке филадендрон вот сюда у меня переехал он у меня был в другом месте здесь у меня мурая но здесь солнышко попадает немножко я ее конечно здесь убрала такие листочки где-то были пожелтевшие в общем она у меня вот такая и причем она у меня вся вся в бутонах вот я поближе покажу видите на ней сколько много бутонов там где-то у нее зеленые ягодки даже висят просто вчера когда переставляла я видела вот сейчас я прям даже не вижу где-то зеленая ягодка здесь у меня адеша стоит на полу который с семенами семена посмотрите какие стручки как вертолет весь в таких семенах дальше тоже у меня адениум стоит это у меня фикус такой вот мы уже выросли такими большими а это у меня стрелица кстати вчера стрелицу носила тоже в душ купать но он стоит стоит на окне кажется вот она такая как бы небольшая но когда поставила в душевую я поняла что она у меня огромное у нее листья очень большие смотрите вот моя рука и вот какой лист так вот еще но не такие жесткие довольно думаю она меня порадует скоро своим цветением ну к весне думаю так то она прям хороша здесь у меня сингониум вот такой вот двухцветный красавчик монстера но я их все поближе к свету поставила да и здесь монстера моя тоже стоит варигатная у которой так ну варигатность есть такая небольшая но мне тоже так нравится здесь меня калатея я специально поставила его так чтобы насмотрелась красиво в общем-то белые зеленые и такие ярко-розовые листья там дальше у меня бугенвилья бугенвилья после обрезки поэтому такая лысенькая но у нее тоже очень красивая листва посмотрите какая листва красивая так вот по центру на столике стоят на таком тоже веселенько ярко и внизу у меня стоит белый антуриум и такой вот шикарный большой тоже цветет думаю у него сейчас будет больше цветов так как ему здесь света хватает а то они у меня были в глубине комнаты стояли и поэтому света недостаточно и мало конечно цветов здесь вот как раз кадр попадает красавчика бутилон у меня я его выращиваю на штамбе но он еще такой как бы стволик у него не такой толстый поэтому стоит бамбуковая палочка чтобы он стоял прямо и посмотрите это ванильный у меня а бутилон какая красота там к отцу машет крыльями но он весь 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 у меня в цвету до самой макушки к отцу передает всем привет моя птичка но здесь у меня стоит шеф лером здесь у нас появился такой красивый листик блестящие так мы пойдем по порядку мединила ну да мединила и кофейное деревце кофейное деревце обратите внимание не видно горшка крона шикарная вообще такой пушистый кустике такого вообще не видела нигде потому что они обычно лысые а здесь такой прям сорт видимо попался ягод у него много посмотрите какие ягодки так он ягодки в общем здесь еще покажу и таких ягод очень много по всему кустику красавчик мой обратите внимание листва вообще идеальная нету никаких прям зеленая насыщенная и выпускает постоянно листья молодые он еще больше пушится то есть вот эта крона у него нарастает просто огромный такой кустик ну не совсем огромный конечно он не до потолка у меня нет но дело он в том что он очень коренастый но очень пушистый смотрите ветки до пола то есть он сидит у меня в керамическом горшочке вообще супер просто конечно меня это кофейное дерево очень радует и здесь над ним меденила красотка тоже посмотрите каких размеров она тоже в керамическом горшочке она у меня в этом году и цвела у меня есть видео на канале кому интересно можете посмотреть у нее столько много бутонов было да такие огромные просто неописуемая красота была сейчас она у меня погнала листья листья тоже хорошие она у меня вчера тоже принимала душ теплый поэтому листья все чистые а так у нее бывает знаете такая как крошка такая на листьях это ее особенность просто мне пишут в комментариях спрашивает что это такое так вот это особенность растения ну вот такая красотка выросла тоже меня очень радует она и в углу у меня стоит фикус реанимашка мой прям знаете с трудом с трудом но потихоньку начинает обрастать вот видимо ему совсем было плохо прям с таким трудом он у меня приходит в себя но кто следит за моими видео они знают о чем я говорю здесь на окне у меня стоит авокадо такой вот раз топырил листья в разные стороны молоденькие и здесь у меня личи но так выпускает листочки смотрю там из серединки посмотрите данных листочки тоже лезут ну потихоньку растем 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 листочки хорошие здесь у меня шефлера красотка тоже мы побольше стали были маленькими там дальше фейкус у меня стоит тоже подрос хорошо клеродендрум олеча я его прям вообще обстригла корнала его потому что у него крона была тоже очень большая никуда не помещается поэтому я его обстригла но я думаю это и кучу обрастем будем пушистые и зацветем заново моя колотейка листочки у нас становятся все больше и больше вот видите какие листочки у нас наросли тоже скоро горшка то не видно будет видите как она горшок своими листьями закрывает ну красиво смотрится очень следующее у меня здесь стоит филадендрол бро ксанаду тоже такой вымахал раскидистый кое-как место ему нашла там дальше у меня стоит понсетия ой извините пожалуйста это коралловый папоротник русель и тоже обратите внимание сделала стрижку видите обрезала потому что у нее ветки такие были прям и до пола ну так как с местом проблемы вот это вот все надо место иметь много в общем я ее на зиму подстригла но так пушистый будет все равно нужно обрезать омолаживать все хорошо дальше у нас там фикус стоит молоденький вот если вы видите фикус там дальше у меня тюльпановое дерево у меня их три вот один здесь стоит такой вот листья конечно огромные листья тоже обратите внимание какие зеленые без всякой ржавчины то есть ему все нравится здесь он просто переливается весь видите зеленый прям вообще классно там листочки в него лезут красота в общем подойду отойду подальше чтобы показать фикус али али у меня стал у окна там большой такой стоит красавчик здесь у меня клеродендрум угандийский цветем вот такие вот цветочки у него яркие красавчик очень нежно смотрится так по всему кустику у него цветение и поставила здесь такую деревянную полочку здесь она у меня никогда не стояла не люблю я металлические вот эти стеллажи мне больше нравится дерево но как-то смотрится лучше здесь у меня флебодиум папоротник стоит один и дальше то есть этот у меня стеллаж получается выходит еще на кухню сейчас я вам покажу с кухни как он смотрится а здесь у меня бугенвилии наверху бугенвилии цветут где-то новые появляются цветы цветные прицветники здесь лампы здесь лампа у меня очень такая хорошая в общем освещения всем хватает думаю зиму переживем хорошо а это у меня с кухни смотрится как этот стеллаж здесь у меня тоже флебодиум папоротник и бугенвилии с этой стороны тоже видно видно их цветы очень кстати очень даже хорошо смотрится это все гармонично то есть ничего не мешает и получается вот такая вот вокруг идет живая изгородь на моей кухне мне нравится как получилось подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующем видео до конца до конца